Всем привет, с вами Прия. Немножко поговорим на текущий момент о легендарном плаще. Как мы прекрасно знаем, он возвращается в игру. И мы никак не берем старый свой плащик для улучшения, ни в коем случае. Какие-либо легендарки, которые были получены нами раньше, они используются только в путешествиях во времени, и в теории-то и все. Ну и может быть там для хорошего внешнего вида какого-либо. Ну, например, анимация была у старого плаща классная. Ну а текущий плащ позволит нам меньше терять здравомыслие при прохождении каких-либо интересных моментов в бою. Итак, на текущий момент времени есть специальный вендор, который бесплатно почти даст нам плащик, не выполняя каких-либо квестов. Также даст нам ужасающее ядро, с помощью которого мы сможем усилить наш плащ с целью того, чтобы усилить его этом левел, а также обеспечить защиту от снижающих здравомыслие способностей. Первый уровень плаща это 445-й этом левел, который уже снижает потерю здравомыслия ото всех источников. В тот момент, когда я решил поапать немножко этими ядрами плащик, он стал 5-го левела, и его моделька уже преобразилась. То есть вот так вот плащик выглядит при первом левеле. Ну это даже не плащ, это просто какая-то накидка, да, вообще некрасивая. На пятом левеле все уже немножко интереснее. Он выглядит реально цивильнее, красивее, и он реально классный. По крайней мере, это легендарка. Вот мы думали, что вообще не будет легендарных вещей, например, в Battle for the Road, а разработчики взяли нас, обманули, и всю нашу мысль поставили под сомнение. Вот она легендарка, прекрасная. И, кстати, красивая вполне. Хочу еще плащик поапать, хочу понять, какого максимального левела вообще в принципе возможно его реализовать. Опа, и там левел взял и опустился. А из-за чего? А почему? Странно, странно. Ну, ПТР во всей своей красе, хорошо. Хорошо. Интересно узнать, какой левел у него все-таки будет являться максимальным его уровень. На десятом левеле плащик опять преобразуется по item-левелу, и получается он станет еще красивее, да? Да, теперь у него синяя моделька, синие крапинки такие, цвета относительно небесные. Тут какие-то созвездия даже видно. Прикольно. А еще можно апнуть? Или десятый максимальный? Нет, оказывается, можно еще апнуть. Интересненько. Пятнадцатый уровень это item-левел 475, и изменения в внешнем виде вообще абсолютно никакого. Хорошо, еще на 5 апну. Все. Он более не апается. Этот предмет нельзя изменить. Ну что ж, плюс одна легендарная вещица. Получается, на первом левеле он 445 item-левела, на пятом 455, на шестом 465, на пятнадцатом 475. Откуда на самом деле мы будем доставать ужасающие ядра, вопрос хороший. Откуда мы достанем плащик, по каким квестам? Ну, наверное, его нам сразу почти дадут. Это тоже будет весьма интересно, так как нам его даст дневион, и, наверное, цепочка какая-то будет реально интересная. Но на ПТРе ее пока что нет на текущий момент времени. А если сравнить с item-левелом вообще каких-либо обычных вещей, то просто-напросто интересно, как плащик вписывается в плане item-левела. То есть, героические рейды дают нам 460 item-левел, мифические рейды 475. Абсолютно все боссы, то есть нету такого, что, например, на ласте item-левел чуть выше. Окей, прекрасный плащик. Трех стат имеют. Крит, скорость, хаст. Но также на 75% снижается потеря взрывомыслия. Замечательно. Желаю вам удачи в получении этих ядер, также в получении плащика в момент старта 8.3. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова